Мир без слез В Беларуси завершился первый этап подготовки к переписи населения, которая пройдет в 2019 году. Регистраторы при уточнении адресов в ходе первого этапа подготовки к переписи населения Беларуси удалили из первоначальных картографических данных более 8 тысяч домов, а добавили почти 126 тысяч. В Барановичах прошла спартакиада детско-юношеских спортивных школ Республики Беларусь по акробатике. Воспитанники Барановичской с Дюшор номер 3 подтвердили высокий класс и заняли второе общекомандное место. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Социальная ответственность – важная часть деятельности Банка ВТБ. Это не дань моде, а желание сделать мир лучше, выраженное в конкретных делах. Мир без слез – так кратко и емко называется благотворительная программа Банка ВТБ, поддерживающая учреждение детского здравоохранения. 94 тысячи рублей было направлено на помощь детям только в этом году. На Брещене ее адресовали детскому отделению Ивацевичской районной больницы. Любой из нас прекрасно знает, насколько важно быть здоровым, особенно если речь идет о здоровье маленьких детей. Банк ВТБ, понимая это как никто другой, в рамках своего проекта «Мир без слез» устроил для маленьких пациентов Ивацевичской больницы самый настоящий праздник. Детское отделение Ивацевичской районной больницы – одно из восьми учреждений, получивших помощь от ВТБ Банка в этом году в рамках благотворительной программы «Мир без слез». Банк выделил грант на 19 тысяч рублей для приобретения необходимого детского оборудования. Что купить на эту сумму, медики решали сами. Видели проблему, потому что у нас отдельно стоящая детская поликлиника, где функционировал один детский стоматологический кабинет. На сегодня уже закуплена стоматологическая установка и введена эксплуатация второй кабинет. Ну и на оставшиеся деньги практически половина пошла на стоматустановку, даже чуть более-менее, закупили тоже сюда. Вот мы видим тоже на столе фототерапевтический аппарат, который предназначен для лечения желтух детей раннего возраста. На выделенные деньги приобрели не только медицинское оборудование, но и игрушки. Это позволяет маленьким пациентам чувствовать себя комфортно и на какое-то время отлечься от болезни. А это обязательно поможет выздороветь быстрее. Кроме того, организаторы акции подготовили для детей развлекательную программу, химические опыты, шоу мыльных пузырей и многое другое. Мы сегодня видим, во-первых, удовлетворенность медицинского персонала. Все-таки это нужные вещи. Нас этого оборудования до сих пор не было. Ну и самое главное, когда посмотришь на ребенка, когда он на этой доске цветными мелками рисует, то это, конечно, понимаешь, что этот проект нужен. Нужен это в первую очередь для наших детей. Поэтому огромное спасибо Банку ВТБ за оказанную помощь. Я думаю, этот проект будет дальше шагать у нас по республике и радовать не только детей, но и, конечно же, давать стимул для саморазвития педиатрическим отделениям или детским больницам. В 2018-м программе «Мир без слез», реализуемой Банком ВТБ «Беларусь», исполнилось 10 лет. В этом году Банк втрое увеличил объем помощи и выделил средства на приобретение медицинского оборудования не только больницам, но и специализированным организациям детского здравоохранения и образования и детским домам. Мы посетили 25 городов, порядком 30 учреждений. С этого года, юбилейного, являлась ли это причиной, наверное, да. Мы увеличили объем помощи. В этом году мы посетим, ну, с учетом нашей нынешней встречи, еще два города. И, кроме этого, оказали помощь пяти специализированным детским учреждениям. За время проведения программы помощь получили 30 учреждений здравоохранения в 25 городах Беларуси. Общий объем средств, направленных на реализацию проекта, составил около 225 тысяч рублей. Для Банка это больше социальная ответственность. Никакой корысти Банк, скажем, за этим не преследует. Это наша программа, которую мы для себя приняли в 2008 году. Мы ее приняли вместе с нашей группой. Начало ее 2003 года. Это ПАО, наш город Москва. Они оказали помощь детской больнице. И после этого к этой программе начали подключаться как филиалы, как дочерние банки. Из дочерних банков мы первые. У нас в этом году 10 лет этой программе. Дети нуждаются в нашей поддержке и заботе. И помочь им в наших силах, верят организаторы. Ведь не так уж и сложно привнести в их жизнь немного радости и тепла, вернуть детскую веру в чудо. Такие понятия, как милосердие, доброта, отзывчивость, были и остаются главными человеческими ценностями. Не только лекарства и медицинская помощь способствуют улучшению здоровья детей. В них обязательно должна быть уверенность в том, что наш мир – это мир без слез. В Беларуси около 30 тысяч семей в январе и октябре получили безналичные жилищные субсидии. Большинство семей получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг по выявительному принципу. В этом случае они начисляются и продлеваются автоматически. Право получения субсидий по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до 3 лет, детьми-инвалидами до 18 лет, инвалидами первой группы и людьми, достигшими 80-летнего возраста. Для них субсидии появились в счет-извещениях в августе-за июль. В январе-октябре безналичные жилищные субсидии были начислены на общую сумму свыше 865 тысяч рублей. Система безналичных жилищных субсидий для оплаты коммунальных услуг начала действовать в Беларуси с октября 2016 года. Более 130 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписан президентом Александром Лукашенко. Так, медалью за трудовые заслуги награждены и трое наших земляков. Монтер пути Барановейской дистанции пути Геннадий Клюкач и слесарь-электрик по ремонту электрооборудования локомотивного депо Анатолий Лежинь, а также начальник городской инспекции Министерства по налогам и сборам Василий Суховерхий. Тематическая встреча «Твоя тема» подготовленная Барановейской организацией Белорусского общества Красного Креста прошла в колледже сферы обслуживания. В ней приняли участие представители учебных заведений города, профилактики распространения ВИЧ, СПИДа в молодежной среде, формирования у юношей и девушек. Осознание важности этой проблемы и было посвящено проведенное мероприятие. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день жители всей Земли объединяются в стремлении повысить осведомленность о ВИЧ-инфекции и поддержать в знак солидарности миллионы людей, живущих с ВИЧ. В 2018 году Всемирный день борьбы против СПИДа проводится в 30-й раз под лозунгом «Знай свой статус». Ведь СПИД – это всеобщая трагедия, касающаяся не только заразившихся, но и родных, близких, друзей. Зачастую люди, страдающие от этого заболевания, стараются скрыть диагноз, боясь упреков и непонимания общества. Дата 1 декабря призвана ломать стереотипы и оказывать все виды поддержки тем, кто встретился с этим недугом. Барановичская организация «Красного креста» традиционно провела тематическую встречу «Твоя тема». Акция прошла в стенах колледжа сферы обслуживания. В ней приняли участие представители всех среднеспециальных и профессионально-технических учреждений города. Домашнее задание было им дано. Они должны были нарисовать плакат на тему профилактики ВИЧ-инфекции. Далее самая главная часть вот этой встречи, нашей тематической встречи «Твоя тема» – это такой конкурс, который называется «Блесни умом». Он состоит из нескольких раундов, в которых они должны показать свои знания по проблеме ВИЧ-инфекции, проблеме СПИДа. Они должны ответить на ряд вопросов по этой теме. В конце встречи гидбригады учебных заведений подготовили творческие номера, посвященные борьбе со СПИДом. Ребята продемонстрировали всю серьезность проблемы 21 века. СПИД – это не просто очередная значимая дата в календаре, а день скорби по миллионам умерших от этой неизлечимой болезни. Для Барановичской организации «Красного креста» это не первая встреча с учащимся школ, лицеев и колледжей города. На протяжении недели сотрудники и волонтеры БОК проводили акции, мастер-классы, информационные часы для ребят, посвященные этому недугу. Наша организация провела ряд тренингов и еще будет проводить тренинги, вернее даже, извините, не тренинги, а мастер-классы по профилактике ВИЧ-инфекции в ряде учреждений образования города. Это вот и в ЛИСЕМШНОСТРОЕНИЕ прошли такие тренинги. Они будут проходить в 19-й школе, в 13-й школе и еще во многих школах нашего города. Для того, чтобы наша молодежь знала все-таки, что существует такая проблема, чтобы она вела здоровый образ жизни и, конечно же, не попадалась в такие вот неприятные ситуации. Спит – социальное зло, которое может пройти черной полосой через судьбу любого человека. И только объединив все усилия, можно справиться с этой бедой. В Беларуси зарегистрировано более 20,5 тысяч ВИЧ-инфицированных. К 2020 году планируется выполнить глобальную цель – 90-90-90. То есть 90% людей, живущих с ВИЧ, должны узнать свой статус, получать терапию и иметь при этом неопределяемую вирусную нагрузку. В Беларуси для достижения этой цели проводится большая работа. Создана система, которая обеспечит всеобщую доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти тестирование, в том числе анонимное, можно в любой организации здравоохранения, которая располагает процедурным кабинетом. В Беларуси завершился первый этап подготовки к переписи населения, которая пройдет в 2019 году. С 5 по 30 ноября регистраторы проводили сплошной обход всех строений в населенных пунктах, в которых проживает более 3 тысяч человек. Регистраторы при уточнении адресов в ходе первого этапа подготовки к переписи населения Беларуси удалили из первоначальных картографических данных более 8 тысяч домов, а добавили почти 126 тысяч. В Беларуси завершился первый этап подготовки к переписи населения, которая пройдет в 2019 году. С 5 по 30 ноября регистраторы проводили сплошной обход всех строений, как действующих, так и находящихся в стадии строительства, в которых проживают или могут проживать люди к моменту проведения переписи населения в октябре 2019 года, а также нежилых строений, занятых организациями. Всего обследовано около 626 тысяч строений. За 16 дней регистраторы удалили более 8 тысяч объектов, а добавили почти 126 тысяч домов. Сейчас продолжается проверка по каждой такой точке, в том числе с кадастровым агентством, чтобы уточнить всю информацию. Такая работа необходима для составления списков домов и помещений в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах. К ней была привлечена тысяча человек. Задействовали работников жилищно-коммунальных организаций всех областей. С помощью планшетов с установленными на них специальными программными обеспечениями регистраторы могли в режиме реального времени обращаться к картографическим материалам, к картам регистраторского участка, где отображены дороги, улицы, строения. Сейчас стоит задача по совершенствованию всех существующих в государстве регистров с информацией о гражданах, характеристиках их домохозяйств. Это необходимо для проведения регистровой переписи. Как показала пробная перепись «Молодечно», отказов было 1,7% опрошенных. По международным стандартам перепись считается качественно проведенной при проценте отказов до 10%. Вопросы религии в соответствии с международными рекомендациями вопросники отсутствуют. Из новых вопросов появятся вопросы по теме миграции. Для Беларуси особенно актуальна трудовая миграция, получение дополнительного образования, демографии. У женщин будут интересоваться планированием рождения детей. И появится дополнительный опросник по теме сельского хозяйства. Результаты этого опроса предназначены только для органов государственной статистики. Стоимость проезда и провоза багажа в общественном транспорте подорожает в Брестской области. Соответствующее решение областного совета депутатов о тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении опубликовано сегодня на национальном правовом интернет-портале. Теперь фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади троллейбусами-автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении составит 55 копеек за одну поездку. У водителя талончик будет стоить на 5 копеек дороже. Проезд и провоз багажа в коммерческих автобусах экспрессных маршрутов также подорожает до 65 копеек за одну поездку. Месячный проездной билет на один вид транспорта в областном центре будет стоить 24 рубля 75 копеек. В Барановичах, Пинске и Кобрине – 24 рубля 9 копеек. К новостям спорта. Три дня в Барановичах проходила спартакиада детско-юношеских спортивных школ Республики Беларусь по акробатике. Воспитанники Барановичской с Дюшор номер 3 подтвердили высокий класс и заняли второе общекомандное место. Подробнее в материале Елены Громадской. Акробатика на сегодняшний день один из сложнейших, но в то же время и один из самых зрелищных видов спорта. Убедиться в этом еще раз можно было во время соревнований, которые проходили в универсальном спортивном зале Ледового дворца. Участие в спартакиаде детско-юношеских спортивных школ Республики Беларусь по акробатике приняли 11 школ со всех областей Республики. На сегодняшний день мы готовим три упражнения, по которым определяется победитель наших соревнований. В этом году поменялся состав, омолодился. И участники принимают в этих соревнованиях возрастная группа 13-19 лет, то есть до 11 класса, начиная с 10 лет. Спартакиаде детско-юношеских спортивных школ по акробатике проходил среди юношей, девушек, юниоров и юниора. В пяти видах акробатики разыгрывали 13 комплектов медалей. Все победители, которые определятся, будут рассматриваться как члены национальной команды нашей Республики Беларусь и могут иметь возможность защищать честь нашей страны на международных соревнованиях, в частности на чемпионате Европы и на чемпионате мира по их возрастным критериям. Здесь принимает участие сильнейшая школа города Гомеля, где дети уже имели место быть и защищали нашу честь Республики Беларусь на европейских соревнованиях, на мировых соревнованиях и достигли очень хороших результатов. Они уже титулованы и имеют медали. Спортивная акробатика взяла лучшее от гимнастики, танца, где-то даже цирковых элементов и принесла свое. И в этом миксе и получился необычайно зрелищный и эстетичный вид спорта. Внешний вид в акробатике – один из трех китов, на которых держится успешное выступление. Не менее важна и хореография. Субтитры создавал DimaTorzok В спортивной акробатике представлены женская тройка, мужской квартет, дуэты мужской и женский и смешанные пары. У каждого вида своя специфика, своя прелесть и свои сложности, но общее сразу бросается в глаза. Один из партнеров всегда заметно легче остальных. Но это как раз тот самый случай, когда мал золотник да дорог. Необходимость поймать партнеров в списке навыков акробатов по умолчанию – это основы. А для успеха все должно быть проработано до мелочей. Мастерство атлетов в выполнении программы и есть самый важный столб, на котором держится акробатика. У нас есть возможность на них равняться. Она одна из сильнейших школ нашей республики Беларусь. Хотя тренеры школ и барановическая наша школа тоже имеют возможность выступать на этих международных соревнованиях. Имеют хороший результат спортивный. Тренеры спортивной школы города Барановича очень активно работают, не взирая на то, что учебный процесс идет в количественном часов очень мало. Они не щадят своего времени и работают дополнительно с ними. По итогам соревнований в командном первенстве первое место с большим перевесом по очкам досталось с дюшер номер один города Гомеле. А вот борьба за второе место развернулась нешуточная. Одинаковая сумма баллов была у Барановичской и Витебской спортивных школ. Благодаря призовому месту, занятому Барановичской четверкой, второе место в итоге у Барановичской с дюшер номер три. Тренеры отмечают, что сегодня в Барановичской школе по художественной гимнастике и акробатике идет смена поколений. Команда акробатов молодая, но очень перспективная. Многие остановились буквально в шаге от пьедестала. Тренеры уверены, что благодаря упорным тренировкам ребята подготовятся и на следующие спартакиады выступят лучше. Ведь им надо подтверждать, что Барановичская школа акробатики – одна из сильнейших в республике Беларусь. Снег, гололедица и до 16 градусов мороза ожидается в Беларуси 1 декабря, сообщили синоптики. Будет облачно ночью с прояснениями. Ночью по юго-востоку утром и днем на большей части территории страны пройдет снег. Местами слабая метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза. Днем будет 3-8 градусов ниже нуля. Эта информация мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...